Продолжаем нашу лекцию про мультимодальность и их применение к системам на базе искусственных нейронных сетей. В прошлый раз мы посмотрели уже на то, как с помощью искусственных нейронных сетей в настоящее время решаются задачи понимания мультимодальной информации, но в первую очередь визуальной информации, потому что это сейчас наиболее активно развивающаяся сфера. Сегодня посмотрели на то, как, например, может быть такая информация генерироваться с помощью искусственных нейронных сетей. И сегодня посмотрим на то, как можно унифицировать интерфейс таких вот моделей, чтобы принимать информацию различных модальностей. В данном случае нужно понимать, что, несмотря на то, что здесь примеры в основном касаются визуальной информации, это просто пример некоторой пространственной информации. То есть в противовес, например, одномерная информация, такой как текст, такой как временные ряды, визуальная информация носит характер некоторого пространства. То есть у вас объекты, они размещены в нескольких координатах одновременно. То есть это может быть, например, координаты изображения, либо, например, координаты изображения XY плюс еще время. Если мы говорим о видеофайлах, это могут быть какие-то амплитуды звуковых, например, несколько каналов, там левый, правый канал, например, аудио. То есть то, что мы рассматриваем визуальные, да, здесь примеры, это не означает, что только относится к визуальной информации, да. Может быть, на самом деле любая информация просто представлена в нескольких каналах информации. Вот. То есть это... Причем эти каналы могут еще иметь совершенно разную природу. То есть смешивание там текста, визуальной, каких-то временных рядов, звука. Все это называется мультимодальностью. Вот. И сегодня мы как раз должны углубиться в вопрос о том, как унифицировать различные модальности для того, чтобы использовать этот общий интерфейс при создании разнообразных моделей, решающих конкретные задачи. Значит, соответственно, цель, название у нас будет просто унифицированные визуальные модели, да. Но опять же, Vision означает просто новая форма модальности, да, по сравнению с текстом. Вот. Потому что сейчас основные усилия, конечно же, направлены... Ну, основные действующие лица – это различные IT-компании, вроде Google, Microsoft, Amazon, там, Meta, которые очень обладают огромным объемом визуальной информации, да, то есть различные фотографии, которые вы выкладываете в интернете, в ваших соцсетях, которые они могут использовать для построения систем искусственного интеллекта. Вот. Поэтому основной акцент делается на модели визуальные, да, как наиболее активно развивающиеся сейчас. Но вы всегда должны в уме держать, да, что там, где есть визуальные, да, это модели, связанные с пространственной информацией. Соответственно, ее можно... эти же подходы можно переиспользовать и, например, в вашей какой-то отрасли, если она не связана напрямую с визуальными образами. То есть это могут быть, например, анализы каких-нибудь спектров, фурьер, да, которые во времени у вас изменяются по скользящему окну. Это может быть какая-то трансформация временного ряда, да, если вы хотите анализировать еще какую-то предысторию вашего временного ряда. То есть это тоже все пространственная информация, когда у вас появляется несколько координат. Не только время, да, но и, например, там, какой-то пространство, положение, например, объекта, да, пространство. То есть тоже все это можно представить в виде некоторого пространственного описания. Вот. Соответственно, что выделяют сейчас как основные направления для построения таких универсальных моделей, умеющих работать с разнородной информацией, мультимодальной информацией. Вот три основных направления, да. Первое – это переход к моделям на открытых множествах. То есть, как, возможно, мы уже об этом говорили изначально, да, что процесс обучения, такой классический процесс обучения означает, что у вас есть набор примеров. Если такая задача классификации, то, как правило, у вас есть предопределенный набор классов. Там, например, вы хотите распознавать котиков, собачек на два типа объектов. Соответственно, под эти два класса вы подбираете отдельный датасет, где каждой картинке сопоставляете какое-то значение. Вот группа по УТС, они уже попробовали это в своих практических заданиях, такую задачку решить, да, то есть собрать некоторый набор картинок, присвоить каждой картинке определенный лейбл, то есть метку, да, к какому классу она относится, и обучить модель, чтобы нейронная сеть умела распознавать, то есть различать одни объекты, вторые объекты. Это классический подход обучения с учителем. То есть вы каждый раз собираете датасет, каждый раз описываете, какая картинка к какому классу относится. Этот подход хорошо работает, но его проблема в том, что он отнимает довольно много времени, то есть это довольно такая кропотливая работа. Вот, что сейчас активно развивается, это так называемые модели ZeroShot, или обучение, без обучения, да, то есть вы, по сути, пытаетесь использовать все те знания, которые накоплены человечеством в виде некоторой текстовой информации, да, на основе которой построена языковая модель, позволяющая вам связывать между собой разные концепты. и используете некоторую предобученную модель, обученную на огромном количестве изображений или пар изображений текст, для того, чтобы, например, сформулировать для вашей модели, что ей нужно сделать на языке текста, да, то есть текст как универсальный интерфейс для описания задач работы с изображениями. Ну, кроме изображений, естественно, это может быть любая другая модальность. Вот, смысл в том, да, что как, например, сделать модель более умной, то есть не просто сказать, вот это котики, это собачки, пожалуйста, обучить, а просто взять готовую модель, сказать, вот, найди мне, пожалуйста, здесь котика, или там собачку. Вот, как получить вот такие вот универсальные модели, которые позволяют вам по ZeroShot, да, по нулевому выстрелу, то есть без какого-либо дообучения сразу же получить нужный вам результат. Вот это будет первая часть, да, того, что мы будем сегодня рассматривать. Значит, вторая часть касается того, что у вас модель, ну, вообще говоря, если там отходить от только текстовой информации, да, то у вас могут быть, вообще говоря, разные модальности. Даже в изображениях это могут быть разные модальности. То есть у вас может быть задача, например, поиска объекта на изображении, то есть найти его координаты и, например, размеры этого объекта, то есть так называемые ограничивающие прямоугольники. Это могут быть задачи, связанные, например, с выделением точной маски этого объекта, то есть как попиксельно, где он вот нарисован, да, то есть вырезать объект из картинки. Вот. Это могут быть просто какие-то попиксельные задачи, например, выделения граней, то есть не привязаны к каким-то объектам. То есть совершенно разные модальности даже в рамках только изображений. Вот. Не говоря уже о том, что может появиться еще время, может появиться какая-то аудиоинформация. То есть как вот построить теперь такие... Допустим, мы научились строить обобщенные модели, связывающие там текст и изображение, да, теперь еще давайте научимся, чтобы эта модель умела работать с разными входами. И вообще говоря, решать разные задачи, да, то есть в зависимости от контекста, в который вы помещаете модель, она должна уметь вам выдавать нужный ответ. Например, если вас интересуют только координаты объекта, пожалуйста, выдай мне только координаты. Мне не нужны маски, не нужны какие-то попиксельные значения. Да, мне, пожалуйста, выдай только координаты объекта. Вот. Соответственно, тоже вот вопрос унификации различных масштабов, да, или гранулярности, как ее называют. То есть, например, от более общих, например, описания, просто описания картинки, что в ней происходит, да, до более частной. Того, например, какой пиксель, какой цвет должен иметь на выходе. Если, например, мы решаем задачу генерации. То есть там нас уже интересует конкретно изображение на выходе, а не какие-то маски, прямоугольники, либо просто текстовое описание. Вот. Ну и, наконец, третье направление, это, ну, такое наиболее, наверное, современное. Это различный, ну, способ описания различных подсказок. То есть мы уже с вами частично посмотрели некоторые модели, такие, например, segment anything, да, где можно подсовывать подсказки модели, говорить ей, вот, выдели мне, пожалуйста, объекты, которые находятся там в окрестности вот этой точки. Вот это называется промпты или подсказки. То есть это отдельное сейчас направление называется in-context learning, то есть обучение модели в процессе, то есть предоставление модели некоторого контекста и обучение модели с помощью нескольких примеров, да, то есть тоже one-shot, zero-shot, few-shot learning. Это смысл в том, что вы не используете какие-то сложные градиентные алгоритмы, которые там занимают часы у вас или там дни целые, да, для обучения, а вы просто подсовываете модели в какую-то подсказку, да, или, скажем так, обучающий пример сразу же во входе вместе с вопросом. Вот, и на выходе вам модель формирует нужный ответ, то есть она меняется, подстраивается под вас. Такая вот своего рода адаптивность модели. Вот тоже будем сейчас сегодня смотреть, какие вообще, ну, понятно, что это будет такое обзорное, да, не погружаясь в большие детали, но тем не менее, как вообще это может быть реализовано. Значит, ну и первый из них, да, это вот переход к, от такого классического обучения с учителем, когда вы каждому примеру, каждой картинке подсовываете конкретно, что она, чем она является, да, там, котиком или собачкой, переход к некоторому обобщенному описанию, то есть обучение уже не под конкретную задачу, да, как это делали, например, УТС на практические занятия по нейросистям, а обучение в целом. То есть как построить модель, которая будет понимать в целом изображение и уметь их соотносить с некоторым текстом, некоторой текстовой информацией, которая сопровождает это изображение. Вот, соответственно, в зависимости от, то есть как, вообще говоря, модели начать понимать некоторую семантику. То есть не просто там какие-то, ну, какую-то статистику, на основе статистики, да, сопоставлять одно другому, а как попытаться довести эту статистику до такого уровня, да, что она начнет обладать качествами, там, больше присущими человеку, да, то есть уметь различать части изображения, понимать по входящему тексту, что именно интересует пользователя, то есть уметь вот играться с этими контекстами, которые предоставляет ему пользователь в виде входной информации. Вот, и здесь тоже мы это посмотрели с вами предварительно, да, то есть модель клип, такая фундаментальная модель, которая как раз описывала, как связывать визуальную информацию с текстом, с текстовой информацией, да, то есть как научить, и не просто там набор пикселей соотносить с собачками, котиками, да, как понимать, что на самом деле собака там это некоторое четвероногое существо, да, у которого там есть нос, уши, шерсть, да, и это все являются признаками, которые соответствуют некоторый набор слов в языке, вот, и вот как раз противопоставление слов в тексте, да, и каких-то признаков изображения, они позволяют вам как бы подсвечивать, да, то есть как только вы показываете, например, собаку, у вас там в этой вот матрице противопоставления, да, текста и изображения, у вас сразу подсвечиваются определенные ячейки, и по этим ячейкам вы понимаете, что же на самом деле изображено, без какого-либо дообучения. Вот, просто за счет того, что через такие модели прогоняется колоссальное количество, то есть это уже миллиарды изображений, пар изображений, текст, которые, по сути, ну, все вот знание человечества, да, оно как бы пытается в эти модели засунуть, вот, оптимизировать веса этих моделей и на выходе получать такие вот хитрые системы, которые там, вы подсовываете изображение, они вам могут объяснить, что на них изображено, примерно, либо ответить на вопрос, что там изображено, либо, например, просто сказать, вот, я вижу здесь это, это, это. То есть это клип, вот, как такая фундаментальная модель, она позволяла вам сказать, а что же на изображении, какие, грубо говоря, активируются слова, связанные с этим изображением, да, что, в принципе, позволяет вам объяснять, что находится на изображении, но в таком упрощенном формате. Вот это, соответственно, переход такой, да, был от явного задания того, что на картинке изображено при обучении, к попытке построения таких статистических связей между сопровождающим картинку текст, текстом, да, и изображением. Вот, причем это может быть не просто описание, например, здесь нарисована собака, а, например, расширенное описание, обогащенное тем, а что же такое собака.